В большие очереди хамство и недобросовестное отношение сотрудников к своим обязанностям. Работа Крымского управления Федеральной миграционной службы вызывает множество нареканий, как у жителей полуострова, так и у членов Президиума Госсовета Республики. К такому выводу пришли представители руководящего государственного органа на очередном заседании. Кроме того, народные избранники обсудили механизмы получения российского гражданства, проблем регистрации предприятий, одобрили концепцию борьбы с коррупцией на полуострове. А в миграционной службе решили навести порядок. Полтора миллиона крымчан уже получили российские паспорта, доложил начальник управления ФМС по республике Петр Ярош. Больше 7 тысяч документов оформлено для приобретения гражданства. Однако сейчас Федеральная миграционная служба переживает непростой период. Нагрузка выросла вдвое, жалуется Петр Ярош, а люди работают без выходных и за низкую зарплату. При этом из положенных по штату почти 600 человек работает 256, а в очереди на получение гражданства и паспортов стоят 40 тысяч человек с украинской пропиской. Из-за того, что материковая часть Украины заполонила все очередями, местные граждане не могут попасть вне очереди. Они не могут просто попасть, чтобы сдать документы, исправить эту ошибку, которая находится в паспорте, ну, в допущенном паспорте. И за чего пишут жалобы. Было, естественно, ряд и негативных моментов со стороны наших сотрудников. Ряд людей мы уволили за грубое обращение с гражданами. Несмотря на колоссальную работу, проведенную сотрудниками ФМС, за короткий период времени и в сложнейших условиях, деятельность ведомства организована из ряда вон плохо, считают члены президиума. Подтверждение тому масса жалоб и обращений от крымчан, которые недовольны работой отдельных сотрудников Федеральной миграционной службы. Ну, чтобы человек пришел, пожилой человек, отстояв очередь, пришел, а ему там тычут глаза, ему там просто выгоняют его из кабинета. С ним не хотят разговаривать. Ну, что это за дела такие? Мы в каком веке живем? Мы где находимся? Мы что, в бандитской Украине находимся? Что вчера в Одессе произошло? Мы же в России. Мы же в России. А мы еще живем, как будто у нас правый сектор здесь командует. И это еще не главная проблема. Из-за недобросовестного отношения сотрудников ФМС некоторые граждане были лишены избирательного права на выборах. Возмущена уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина. Кроме того, сложности возникают в перерегистрации и регистрации предприятий. Миграционная служба не своевременно вносит обязательные данные в списки. Они пришли регистрироваться, заверили документы в нотариальной конторе, которая немало, немного стоит 3400 рублей. А налоговые службы получают отказ, потому что они не зарегистрированы в этой системе. Их нет. И вот эти люди идут, берут какие-то у владельцев свидетельства о праве собственности, у старого БТИ получают справки, опять платят 3400 и вновь идут на регистрацию. Это недопустимо. За полгода 216 письменных обращений по проблемным вопросам работы управления ФМС по республике. И всего 11 полученных ответов. Первый вице-спикер Константин Бахарев озвучивает цифру. По 118 обращениям уже пропущены сроки предоставления информации. Во-первых, это можно расценивать уже как хамство, потому что если вы не уважаете государственные советы, ваши работники, на что тогда могут рассчитывать рядовые крымчане? А во-вторых, я особенно хочу обратить на это внимание, в том числе присутствующие здесь представители прокуратуры, что это еще и нарушение предусмотренных федеральным законодательством сроков рассмотрения обращения граждан. Госсовет подготовит обращение в вышестоящую инстанцию с просьбой принять меры и навести порядок в миграционной службе Крыма, подытожил глава парламента Владимир Константинов. Все проблемы, которые есть на сегодняшний день в региональном управлении, решить можно, уверен спикер. Поднять заработную плату, мы готовы это сделать на нашем региональном уровне. На этот период вести доплаты, когда такой объем работ большой. Но при одном условии, еще раз подчеркну, что крымчане обслуживаются, вне очереди для них отдельные люди, отдельные окна, отдельная совершенно история. Нужно иметь в виду, что такие вещи неприемлемые, как хамство, как коррупция, слухи о коррупции распространяются быстрее, чем она сама. Как раз для решения этого вопроса Владимир Константинов уже предложил создать специальную комиссию по противодействию коррупции, которую члены президиума одобрили единогласно. До тех пор, пока люди будут с желанием отдавать деньги, с желанием обойти очередь, с желанием решить проблемы впереди других, до тех пор, пока чиновники будут брать эти деньги и считать эти доходы совершенно моральными для себя, для своей семьи. Вот такие грязные деньги должны быть в сознании человека, коррупционные действия. Если мы этого добьемся с вами, а это будет основная церковь, если я думаю, тогда и все остальные вопросы будут решены. Кроме того, члены президиума сформировали повестку дня следующей сессии парламента. Она состоится 9 октября. Депутаты выберут главу Республики Крым, примут шесть законопроектов в первом чтении и ряд нормативно-правовых актов.